Летний инклюзивный досуговый форум для Пятигорской епархии – мероприятие уже традиционное. Он проходит здесь 2015 года. Форум собирает для занятий и развлечений молодежь с ограниченными возможностями здоровья в епархиальный центр «Солнечный городок». В день открытия форума там побывал архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт и наши коллеги из телестудии «Благословенный Кавказ». Архиепископ Пятигорский и черкесский феофилакт приехал в Есентуки, чтобы поздравить детей и молодежь с открытием летнего инклюзивного досугового форума на базе центра «Солнечный городок». Он находится на территории городской больницы. И главный врач Василий Александрович здесь свой человек. Следит за здоровьем подопечных. Несколько минут общения владыки с доктором и всех приглашают к столу. За чашкой чая архипастер продолжает беседу со специалистами и подопечными центра. С 2015 года он собирает на летней площадке для занятий и развлечений молодежь с ограниченными возможностями здоровья. География участника выходит далеко за рамки региона. Мы ожидаем приезд нашего подопечного из города Омска весной. Он вместе с тетей приехал сюда на реабилитацию в один из санаторий. И через врачей они случайно узнали про наш центр. Далее у нас есть подопечный наш мальчик, который проживает в Европе, во Франции, если быть точно. Но поскольку у них здесь родственники в Пятигорске, они тоже три года назад узнали про наш центр. Стали постепенно посещать, будучи здесь у родственников в Пятигорске. И как-то вот завязалась такая большая дружба. В этом году в Исентуках собрался 21 участник летнего форума. Это больше, чем в каждой из предыдущих годов. Возраст 14+, самым старшим 40 лет. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья развивают необходимые навыки. С ними работают волонтеры. Отрадно, что есть неравнодушные студенты, которые видят недостаток внимания к инвалидам со стороны государства и стараются помочь. Я начал заниматься работой с глухими людьми. И по возможности, когда требуется помощь, прихожу сюда, в солнечный городок. Считаю, что это очень востребовано. Мы решили создать инклюзивную арт-мастерскую, в которой бы дети с ОВЗ и дети из малоимущих семей могли проявить свои таланты именно в этой арт-мастерской, которая будет на базе солнечного городка. Ну, пока мы ждем результаты, мы подавали на фонд президентской границы. Студентам-волонтерам архиепископ Феофилакт выразил особую признательность. Ведь здесь они находят для себя не только возможность профессионально расти, но и обретают навыки духовной жизни. Такие проекты необходимо развивать и поддерживать. Сегодня мы поговорили о наших планах. И, конечно, центр нуждается в постоянной поддержке. На самом ближайшем архиальном совете мы будем рассматривать возможность увеличения, в том числе, финансовой поддержки для деятельности центра. И, конечно же, надеюсь на то, что мы сами будем создавать такие площадки, грантовые площадки, которые могли бы привлечь желающих людей оказать практическую поддержку нашему солнечному городку. После общения архиепископ Феофилакт раздал участникам форума подарки и сфотографировался с ними на память. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ». Редактор субтитров А.Семкин